всем салем вас приветствует информационно-развлекательный блог youtube и тейка о жизни в каастане и мире и в данный момент в нашем городе в котором мы проживаем это город нур-султан он закрыт на карантин друзья и в связи с этим мы обсуждаем различные новости и темы до первая тема зарплата зарплаты но это такая животрепещущая такая тема да вот и сегодня у нас такое хорошее событие или довольно да вот она сейчас только устроилась кулинаром мы его час ведь у меня лицо все квадратнее квадрате становится кто-то на карантине вроде должен худеть а я наоборот что-то более квадрата квадратным становлюсь да да вот что ты хочешь сказать и может сказать о зарплате сколько у тебя приблизительно зарплата около 100 тысяч ну в принципе я считаю что это можно сказать такая средняя зарплата не знаю как у вас друзья вот ну в среднем я считаю что это такая нормальная зарплата вот и мы еще вот эти 42 500 тенге ждем да вроде да но просто не то что мы не получили мы получаем сообщение от каспи да вот но пока сообщение не было а вдруг прикинь на числе надо посмотреть да ты проверяешь смотришь вот ну пока мы ждем в общем в режиме ожидания вот в целом у нас конечно доходы небольшие зарплаты то есть особенно если сравнить с тем что было раньше вот раньше я получал в 1000 долларов зарплаты сейчас допустим это около там ста тысяч это конечно никуда не годится друзья зарплаты невысокие вот к сожалению вот но я надеюсь что мы кстати можно сравнить это с европой да вот мы сравнили как-то с чехией это бывшая соц страна и там примерно как сказать расходы до на питание примерно как у нас ну где-то плюс минус там 10 20 процентов но зарплаты там в районе 1000 евро то есть это как бы такая даже умение надо зарплата считается просто видите например если смотришь развитые страны там америка и там до европа в целом там естественно хоть и зарплаты выше но и расходы соответственно выше да то есть допустим как здесь у нас человек получает зарплату и у него хватает на месяц он там ничего не может толком до себе оставить вот да ну как бы тратить там на питание на одежду да и прочее вот а откладывать сложно да особенно тем которых есть ипотека там ну вроде говорит на какие-то послабления да вот со стороны как бы банков то есть какая-то поддержка да это да точно не знаем но в общем шаги ведутся в этом плане но с учетом вот такого вот события чп коронавируса у нас стране в общем там где-то 1000 евро у нас вот 200 наших евро до долларов евро до 200 евро это это конечно да то есть допустим или она не работает там в пять раз меньше чем те же самые европейцы если так строить с чехами до бывшая по советской стран пост ну как это коммунистическая до страна то вот и социалистическая короче страна бывшая вот и так если посмотреть там сколько сейчас же да там зарабатывают мы там смотрели сколько там час заработать 10 крон 10 крон или 10 евро 10 евро то есть если в евро считать 10 евро там еще кроны свой курс есть то есть 10 евро ты зарабатываешь еще в день да а там в час люди зарабатывают то есть конечно вот такая ситуация и сейчас у нас курс доллара еще до евро скачет я не знаю что будет в дальнейшем но если честно сказать зарплаты невысокие у нас в общем одним словом вот хотя хотел хотелось бы сказать что как сказать на такой вот хорошей ноте мы продолжим да здесь не такая хорошая нота запад умеренно нас друзья следующая тема расходы эта тема еще хуже еще грустнее чем зарплаты до наверное не так но в общем расходов много основном основная статья какая у нас расходы вот мы говорим да про свою семью мы не говорим про другие продукты питания вот большая часть продукта питания данная вот да то есть вот например сейчас я там обувь свою зимнюю или весеннюю обнаружу там такую дырку но сейчас вот и пока я не могу ее приобрести во-первых у нас сейчас не до закрыта все конечно куплю но уже ощущение такое да есть как бы да это мне напоминает когда выхожу там за продуктами у меня нога уже там мокрая там влажная нога в обуви ощущается уже кризис надвигается круче напоминание вот расходов много но если есть еще и кредиты да это вообще конечно это очень сложно жить по моему с кредитами или те которые например арендуют до квартиры тоже нелегко вот но в общем у нас сейчас я могу сказать так что мы как бы в кризисе да и вот с 2008 года по моим личным ощущениям мы как бы с него и и не вышли и честно сказать что будет в дальнейшем мы будем смотреть надеемся да на лучшее расходов много но вообще это не очень хороший показатель когда много денег тратится именно на питание в развитых странах или тех странах которые двигаются вперед там все-таки на питание так много денег не уходят вот ну посмотрим как будет развиваться событие вот устная тема на следующий мощный повесили это кто тему подбирает эти давай продукты то продукты вот кстати продукты мы сегодня зашли в этот магазин продуктов хватает у нас да и обнаружили интересный картофель что за картошка египетская картошка 400 тенге мы там взвесили там чуть больше килограмма там пять штучек уже там полтора килограмма 600 тенге глаза такие хотели показать вот не ну на самом деле мы немножко не рассчитали до этого или ухвалил в этот раз она просто думала она взяла 7000 она взяла 6000 да вот и в итоге из-за этого мы оставили ничего страшного лимон лимон три раза даже сколько килограмм раньше было 1200 тенге было килограмм а сейчас 3000 с чем-то килограмм а может быть лину лимон этот это какой-то сорт хороший или это такой же быть да ну вот за лимон сорт не можно не можно точно сказать но все равно тот который есть на всем дорогого да сколько больше 3000 ну вот это у нас сегодня какое число у нас сегодня апреля 7 апреля мы разбиваемся да вот кстати у нас такой вот уже 2020 день карантина это не удивительно что как бы уже мы путаемся там в датах вот и что у нас еще по продуктам какие помидоры мы увидели помидоры помидоры это как дорого дороговато дороговато вот ну в общем в целом короче по продуктам получается можно сказать что действительно подорожание есть да а по отдельным видам то есть еще больше стало также вот вот эти крупы россыпью да вот гречку я не увидел который знаете вот нажимаешь кнопку да там сыпется все есть только в пачках да нет они еще фасовали по 5 но вот видите вот женские такой зоркий взгляд все заметил и хочет не обратил внимание вот в общем продукты у нас чуть подорожали да некоторые виды довольно значительно так следующая тема игры мы все ждем когда наконец установится мы вытащили значит отключили поставили через провод и загружаем напрямую но ускорилась но все еще там не не установилась в общем в процессе в общем если вы приобретаете такую приставку следите за тем чтобы вы устанавливали все приложения через именно проводное до подключение к интернету через вай-фай но может быть у нас многие сидят да в этом сейчас какого сетях поэтому вот такие рекомендации друзья следующая тема кино кино ну сейчас мы смотрим как бы кино и мультфильмы мы смотрим аниме как он называется наруто наруто ну или кстати мы смотрели как-то лет десять назад как тогда у нас был клуб мы там были у нас клиенты которые нас подсадили успешно на аниме да вот а лента и там да ты помнишь ребят этих и мы как сказать тогда посмотрели но не до конца там представить тысячи серий представляете около тысячи серий все смотреть там еще есть полный вес и куча игр там поэтому именно по этой теме вот смотрите фрагменты аниме кстати для взрослых и для детей он действительно очень интересный что 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 надеемся вам понравился наш выпуск подписывайтесь ставьте лайки и комментируйте ваш канал youtube тейка